Люблю тебя, Петра Творение. Вот и, в принципе, всё стихотворение. Такими строчками я хочу открыть утро четверга, 6 июня. Алексей Киселевский, Алина Малинина, всем доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. Я думаю, ты в любви вдруг решил городу Таганрогу признаться неожиданно. Потому что можно сказать, что этот город в Ростовской области как раз-таки Петра Творение. Это точно. Но я уж не знаю, что там сотворил Пётр. Знаю, что его подвиги остались в истории. Их очень много, в том числе и в нашей Ростовской области. Но ещё одно важное событие тоже произошло буквально на днях. 3 июня Ростовская область перешла на цифровое вещание. Воистине историческое событие. Теперь 20 бесплатных телеканалов можно смотреть в идеальном качестве. С чем вас, дорогие друзья, поздравляю. В связи с этим в Донской столице открыли горячую линию по вопросам перехода на цифровое телевидение. Жителям города, которые до настоящего времени не смогли перейти на новый формат эфирного вещания, по всем вопросам, связанным с цифровым телевидением, можно обращаться на бесплатную горячую линию. Её номер я прямо сейчас готова озвучить. 8 800 220 20 02. Помимо этого, ростовчане могут подать заявку в отдел по делам молодёжи администрации города, позвонив по телефону 283 0103, и также получить онлайн-консультацию по вопросам цифрового эфирного вещания в МФЦ. Вот такая вот история. Ну, не только эпохальное событие переход на цифровое телевидение, но есть ещё одно событие. Сегодняшнего дня. Сегодняшнего уже дня. Это день рождения Александра Сергеевича Пушкина, с чем мы вас всех поздравляем. Не только день рождения его, а ещё и день русского языка. Но об этом немного позже, а пока расскажу о том, что в Ростовской области в этом году откроются 5 центров амбулаторной онкологической помощи. Они разместятся в городе Ростов, Азов, Донецк, Белая Калитва и Сальск. Об этом рассказал начальник управления лечебно-профилактической помощи Минздрава нашего региона Александр Крак. Эти центры будут рассчитаны на диагностику онкозаболеваний в ускоренном режиме. Если у кого-то из врачей во время обследования возникает подозрение на наличие у пациента подобного заболевания, то специалист направляет его в этот центр, где проводятся все необходимые исследования. Весь цикл углублённого обследования должен занять до трёх дней. При этом жители могут и самостоятельно обратиться в эти центры. Это можно будет сделать только при наличии соответствующего направления от врача. Само же обследование будет бесплатным. Замминистр не уточнил, какая будет зарплата у сотрудников. Но Ростовская область при этом является не первым регионом, где появляются подобные центры. В Краснодарском крае, например, уже работают 7 подобных центров. Слушай, какая хорошая новость. Это великолепная новость. Действительно, очень многим людям, во-первых, эта новость поможет спасти жизни. И в любом случае, когда развивается медицина в регионе, это значит, что и уровень жизни, и уровень благосостояния жителей региона возрастает. Поэтому хорошо. И раз всё это возрастает, настроение у нас улучшается, то можно и на речку сходить. Как говорится, искупаться. Лето всё-таки. А заодно, например, выгнать свою лодку. Вот у тебя наверняка есть свой катер с мотором. Надувной. Надувной катер с мотором у тебя есть. Это прекрасно. Ты можешь в следующий раз присоединиться к местному клубу водномоторников. У них совершенно недавно состоялась встреча наша местная и лодочный парад, который прошёл по реке Дон. В нём приняли участие ни много ни мало 140 человек, 49 лодок, два катера ГИЭМС МЧС и одна лодка спасателей. На воду свои суда спустили представители движения из Ростова-на-Дону, Ейска, Краснодара, Таганрога, Гукова, Зверева и других городов. Наверняка многие жители всех этих городов, особенно Ростова, видели на набережной и спрашивали, а что это было? Так вот, это были они, местный клуб водномоторников. Бот-парад, так называлось это мероприятие, дружный коллектив людей, вот таких вот объединённых единым увлечением, лодками, моторами, рыбалками и просто правильным отдыхом, вышли и решили показать себя, что они существуют, а то как это мы о них забываем регулярно. Абсолютно верно. И отправились по реке Дон в светлое будущее. Ну а мы прямо сейчас отправляемся на зарядку. Каждое утро это повод начать жизнь с чистого листа и лучше всего начать её с зарядки. Доброе утро, Светлана! Доброе утро! Скоро пляжный сезон и люди начнут кататься на водных лыжах, вейкбордом заниматься, на банане кататься. Для этого нам необходима координация и баланс. Итак, мы становимся с вами. Ноги на ширине таза, левую ногу отводим по прямой линии назад, правую ногу слегка сгибаем в колени, вытягиваем руки до уровня ушей, плечи, лопатки вниз. Удерживаем хороший баланс, напрягаем мышцы центра и приподнимаем левую ногу слегка от пола, вытягиваясь через арку стопы. И делаем таких 8 повторений, сгибая, разгибая правую ногу в колени. Вдох и выдох. Удерживаем ногу прямую, выравниваем, колено направляем в сторону большого и второго пальца стопы и вся стопа максимально прижата к полу. Отлично. Вытягиваем правую ногу назад, сгибаем левую ногу слегка в колени, вытягиваем руки вперед, ногу по одной прямой линии назад, удлиняем все наше тело в две разные стороны и делаем с вами 8 повторений, сгибая, разгибая ногу в колени, удерживая баланс и координацию. Следим, чтобы колено не выходило за пальцы стопы и было направлено четко между вторым и большим пальцем. Итак, второе упражнение. Поднимаем правую ногу, согнутую в колени, до параллели с пола. И нам нужны сильные ноги, ну и отличный баланс, стоя на одной ноге, поразгибаем правую ногу и посгибаем в колени, вытягивая ее от бедра через основание мизинца. Делаем таких 8-10 повторений, удерживая спину прямой, плечи раскрытые, вытягивая за макушкой наверх. Повторяем все с другой стороны. Ну и самое сложное упражнение, мы уже подготовились к нему. Правая нога будет у нас хорошая, опорная. Левую ногу выводим по одной прямой линии назад. Приподнимаем левую ногу параллельно пола, опускаем корпус и вытягиваем руки до уровня ушей. Такая красивая птица. Птичка моя криво летели. Полетели, полетели и снова вытянули за макушкой. 5-8 повторений, я думаю, этого будет вам достаточно. И мы поменяем сторону и сделаем то же самое с другой стороны. Птичка летит по своим делам. Всем доброе утро! Для тех, кто собирается по своим делам на своем транспортном средстве или, может быть, на общественном транспорте, стоит иметь в виду, что с 12 июня по 12 июля в нашем городе по переулку Семашка будет ограничено движение всех транспортных средств. Об этом сообщает администрация Донской столицы со ссылкой на Департамент автомобильных дорог и Организации дорожного движения. Сообщение уточняется, что это ограничение будет введено из-за прокладки газопровода к дому номер 21А дробь 58Б по переулку Семашка. Ограничение будет действовать в районе пересечения переулка с улицы Тимирницкой. Так что планируйте свой маршрут заранее. Да, тем более, если поедете, например, за продуктами в район всем известного центрального рынка. Но можно же и не только туда теперь будет поехать, отправиться. В Донской столице утвердили перечень мест для проведения ярмарок. Об этом сообщило Управление торговли и бытового обслуживания Ростова. Так, постоянно универсальные ярмарки будут работать на проспекте Королева, на Добровольского, проспекте Буденовский, 40-летие Победы, улицы Ченцова, площади Толстого, улицы Зорги, проспекте Коммунистическом, на Еременко и площади Базарной. В каждом районе города. Еще будут работать по выходным универсальные ярмарки на Малюгиной 100, на Ченцово, на 26-й линии, это между Ченцово и Шолохово, на переулке Крепостном, улице Даватора, а также в выходные будет работать специализированная сельхозярмарка на улице 14-я линия, 84. Ну и по праздничным дням тоже без ярмарок никуда. Хорошие продукты кушать-то хочется всегда от наших фермеров донских. По праздникам на улицах Фурмановская, 150, Волково и проспект Космонавтов, на Добровольского, торговля будет развернута на специализированных промышленных ярмарках. И, конечно, праздничная универсальная ярмарка разместится по адресу улица Большая Садовая, 45. Вот такие вот новости о ярмарках. Огромное количество ярмарок, событий и мероприятий. Ну а мы сообщаем о том, что скоро пятница, а уже она завтра. И если вы хотите передать кому-то привет, поздравить кого-то с каким-то событием, я не знаю, годовщиной, днем рождения, да с чем угодно, отправляйте свои сообщения на наш номер 8-999-484-63-23. Мы еще принимаем все ваши сообщения и в текстовом, и в видеоформате. Ну и не забывайте еще про наш Инстаграм. Инстаграм у нас тоже есть, и там тоже можно оставить сообщения, либо написать под последним постом, либо написать в директ. Все очень просто, заходи, подписывайся, утро, нижнее подчеркивание, Дон-24, и мы увидим тебя, твое сообщение точно, и, возможно, даже тебя, если это будет видеосообщение. Ну и также смотрите завтра, обязательно смотрите завтрашний выпуск нашей программы, вас ждет очень много интересного и великолепного. Ну а у нас на очереди завтрак. Сегодня на завтрак мы приготовим банановые монетки. Для этого нам потребуется 50 мл молока, 2 куриных яйца, 150 г муки, половина чайной ложки разрыхлителя, 1 банан и 1 апельсин. Взбейте яйца с молоком. Добавьте в яичную смесь муку, просеянную с разрыхлителем. Выпекайте блинчики на раскаленной сковороде. Нарежьте банан кружочками. Между двух блинчиков положите кружочек банана. Дополните ланч роллом с омлетом и ветчиной и дольками апельсина. Далее мы приготовим сэндвич сова. Нам понадобится 2 ломтика тостового хлеба, ветчина, 2 помидора черри, листья салата, сыр и маслины, 50 г нарезанной морковки, дополнительно 50 г бисквитного печенья и 3 чайные ложки шоколадной пасты. Подрумяньте ломтики хлеба на раскаленной сковороде с обеих сторон. С помощью формочки вырежьте из каждого тоста полукруг. На один тост выложите листик салата, ветчину и нарезанные помидоры. Оформите мордочку совы с помощью маслин и сыра. Печенье смажьте шоколадной пастой и соедините попарно. Готовый ланч дополните морковными палочками. Завершаем наше утреннее меню рыбными палочками. Нам потребуется 250 г филе трески, 2 куриных яйца, 75 г панировочных сухарей, 100 г овощной смеси, соль и черный перец. Для яблочного сэндвича 1 яблоко, 2 чайные ложки шоколадной пасты, 120 г мюсли, половина лимона. Взбейте яйца. Погрузите кусочек трески в яичную смесь, а затем обваляйте в сухарях. Повторите процедуру. Обжарьте полоски на раскаленной сковороде. Готовые палочки подавайте с овощной смесью. Яблоко нарежьте на кружочки и удалите сердцевину. Смажьте один кружок яблока шоколадной пастой и посыпьте мюсли. Готовый сэндвич сбрызните соком лимона. Приятного аппетита! Насыщенный получился завтрак, а у нас настает пора сюрпризов. Прекрасных, удивительных сюрпризов. Фактически, знаешь, можно сказать, крути барабан, Леша, возможно, выиграешь два пригласительных билета на прекрасное событие, которое состоится у нас в городе Ростове-на-Дону уже 10 июня. Дело в том, что к нам в гости с концертом приезжает шоу-группа Пороскева и вместе с Инной Каменевой. Неоднократно наши зрители, наверняка, знают эту группу. Они неоднократными были гостями. Капитал шоу «Поле чудес», участниками программы «Играй баян» с Валерием Семеным, постоянные гости православного фестиваля, конкурса «Оптинская весна». В общем, обещают праздник для всей семьи. И он состоится уже 10 июня в ДК железнодорожников, это Лен-Дворец. И у нас есть два пригласительных билета на этот концерт. Заполучить их можно очень легко. Нужно дозвониться к нам после окончания нашей программы по телефону 201-79-00 после 9 часов утра и оказаться каким по счету дозвонившимся? А пусть будет третьим. Третьему дозвонившемуся и произнесшему фразу «хочу» на концерт мы и задарим вот эти два пригласительных билета. Еще раз напомню, концерт состоится 10 июня в 18.00 в ДК железнодорожников, это Лен-Дворец. Вот два замечательных билета. Да, напомню, что это шоу-группа «Пороскева», с концертной программой «Черемуха цветет» приезжает. Обещают любимые народные и ретро-песни, зажигательные танцы. В общем, девиз вечера – споем, станцуем, поцелуемся. А у нас на очереди наша любимая рубрика «День в истории». 6 июня 1922 года начал выходить ежемесячный литературно-художественный журнал «Крестьянка». Он стал первым советским изданием для женщин. В 2015 году журнал «Крестьянка» прекратил свое существование. 6 июня 1952 года введена в действие Цемлянская гидроэлектростанция. Именно тогда был пущен первый гидроагрегат Цемлянской ГЭС. В постоянную эксплуатацию Цемлянский гидроузел принят государственной комиссией 22 июля 1953 года. В этот день, в 1957 году, в Москве был открыт магазин «Детский мир». В 70-х и 80-х годах здесь можно было купить чехословацкие туфельки, финские комбинезончики, шубки и свитерочки, которых не было в других магазинах страны. В этот же день, но в 1984 году появилась первая компьютерная версия игры «Тетрис», автором которой является советский программист Алексей Пожитнов. Название новой игры произошло из слияния слов «Тетрамина» – игра, где все фигурки состоят из черт из четырех сегментов, и теннис – любимого вида спорта Пожитнова. Субтитры создавал DimaTorzok Все-таки парашют, он как девушка, неправильно уложил, не получил удовольствия. Алексей, я думала, что вы не в материале, но оказывается… Я в материале. Вы в курсе, но я уверена, что не только про парашют, про то, как его укладывать вообще, про то, как получить свою дозу радости в Ростове. Нам сегодня расскажет сооснователь проекта ДЗК «Скайдайв Ростов» Виктор Звездочкин. Виктор, доброе утро. Виктор, доброе утро. Доброе утро. Доброе спортивное. Да, доброе спортивное. Экстремальное. Экстремальное утро. Ну, судя из видео, которое мы только что просмотрели, действительно, доза адреналина и радости, она существует при прыжках с парашютом. В Ростове давно уже прыгают с парашютом, это не новость, но 1 июня состоялось достаточно интересное и важное событие в мире парашютного спорта и вообще любителей свободы и свободного полета. Что это за событие? В двух словах объясните. В двух словах. Тот формат, который открылся сейчас в Ростове 1 числа на посадочной площадке Ольгинская или аэродрома Ольгинская, как принято говорить, это, наверное, одна из пяти, очередная, из пяти всего в России существующих аэродромов, давайте назовем правильно, то есть место, где прыгают с парашютом, называется дроп-зона. Дроп-зона выброски. Есть устоявшееся выражение, оно международное, и уже плотно вошло в обиход русского языка для тех, кто в теме, как говорится. Вот, и один из таких аэродромов появился в Ростове. Аэродромов много и клубов много, но профиль этих клубов привязан к авиации, из которой выполняют прыжки. В основном это самолеты Ан-2, морально достаточно устаревшие, не позволяющие поднять парашютиста на ту высоту, с которой можно получать уже... То самое, да, которое можно получить. И сейчас... Дольше падать я это называю. Дольше падать. Да-да, и те, кто... И тут уже начинает деление идти, то есть сначала, кто прыгает с высоты, там, с небольшой, сразу открывает парашют, и это парашютный спорт, это одна его сторона. А для тех, кто прыгает с больших высот, все интересное, это вот с самого верху и до момента открытия парашюта. И парашют для большинства категорий спортсменов, или там, те, кто просто для себя прыгает, это средство спасения, как они называют. Мы спасаемся после того, как получили удовольствие. Примерно вот так вот. Вы знаете, очень много людей вообще у нас в стране спасаются после того, как получили удовольствие. Это такая практика. Да-да-да. Но, что хочу сказать. Так, дроп-зона. Новый формат для любителей полета. Я так понимаю, что на юге России это первая, вторая, десятая... Нет, на юге России есть еще схожий с такой же авиацией аэродром. Это в Краснодаре аэродром НМ. Ну, далековато ехать. Но там формат все-таки больше ДСАовский. А мы, в отличие от других, открываем абсолютно новый, со своими правилами, со своими какими-то хедлайнами проект, который отличает себя, начиная от подготовки инструкторов, униформы инструкторов. То есть у нас все инструкторы одинаково одет. Даже одинаковый подход к каждому пассажиру, при всем том, что люди разные. Пассажиров — это мы так называем тех, кто... Это кто хочет прыгнуть вместе с инструктором. А, вот так. Такие же требования. Пассажир. Такие же требования к спортсменам, которые желают прыгать. И требования, ну, немного завышены. Но я вам хочу сказать, что за первые два дня, сколько мы уже отработали первое-второе число, ну, порядка 15, может быть, 20 даже уже ростовских парашютистов, спортсменов, которые прыгали в других местах, уже приехали. И сначала с опаской посмотрев, что все очень строго, все очень вот так вот заточено на безопасность, на какие-то там каждую запятую. Оказалось, что они подготовлены, и с удовольствием мы их приняли, и с удовольствием они уже два дня отпрыгали, и уже с других абсолютно высот. А вот мы, кстати, видим и самолеты, у нас тут видео на экране показывают, тут, видимо, как раз видео прыжков. Имеет значение, вот, ну, я так поняла, что самолет имеет значение, потому что на какую высоту он сможет подняться, да? Конечно. Рабочая высота на ДЗК Skydive в Ростов, расположенной в Ольгинской, это 4200 метров. Высота неизменна, то есть это постоянно рабочая высота. Вопрос у меня такой. Я просто знаю об одной россиянке, бабушке, она, ну, у нас сейчас вообще так в моде, да, чем ты старше становишься, тем вообще ты больше узнаешь. Да, да. Она где-то там в районе 80 лет решила сигануть с парашютом, и, в принципе, удачно это сделала. Все в порядке. А со скольки, со скольки до скольки лет вообще можно прыгать и при каких обстоятельствах? Да, есть какие-то ограничения? Совершать прыжки, я не знаю. Ну, тут здравый смысл должен, в первую очередь, быть. Ну, понятно. Высторисовать все-таки. Но практика такая, что с 8 лет можно прыгнуть в тандеме. Уже в 8 лет дети прыгают? Уже в 8 лет можно, да, при решении родителей. Это только с инструктором. Да. Для тех, кто хочет освоить сам прыжки, то есть вот есть программа, у нас программа АФФ, это программа ускоренного обучения к свободному падению. Здесь, ну, от 16 лет... Уже в 16 лет. В 16 лет можно приходить заниматься, и дальше мы смотрим, если молодой человек или девушка понимает, что они делают, осознают, кто точно реагирует вот на те замечания и ошибки, то и адекватно вообще понимает, что происходит, то мы их допускаем. А сколько длится программа обучения, насколько она рассчитана? Ну, при хорошем стечении обстоятельств, да, то есть есть погода, есть время обучаемого, то за неделю можно, придя в первый раз, там, увидев вот эти красивые парашютики разноцветные, вот этот красивый самолет большой, гудящий, всю эту атмосферу, тусовку, вот это... Ведь это вокруг себя объединяет столько людей, что вы даже себе не представляете. Вот да, я, допустим, кстати, не представляю. Нужно приехать и просто это увидеть. И этот момент, как он увидел и захотел, при хорошем раскладе, за неделю можно уже самостоятельно пройти этот курс. Ну, это какая-то теоретическая подготовка. Да, там, ну, по крайней мере, у нас в клубе это очень углубленная теоретическая подготовка, углубленная, там, за сдачей зачетов, за всеми делами. То есть это серьезно, не все так просто преподавателю в зачетку положил? Нет, здесь, конечно, уже такого не получится, потому что то, что в зачетку, это потом и есть работа того же инструктора, который с вами работает. После этого два человека сразу вам дают спортивный брошют, сразу дают двух инструкторов, и они с вами выпрыгивают. И уже отрабатывают... Нет, первый прыжок, как пассажир в тандеме, то есть, чтобы вы попробовали поуправлять, землю увидеть. Второй прыжок вам дают двух инструкторов, они с вами выпадают, и чтобы вы не потерялись, не улетели, до момента раскрытия, отрабатывают и контролируют то задание, которое было вам расписано на земле. Чем лучше и быстрее студент начинает отрабатывать все, после этого ему дают одного инструктора. Также радиостанции мы даем специальную, и земли. А там еще можно говорить, извините? Нет, можно только слушать. Можно только слушать указания, которые дают... Летишь себе, я лечу, полет нормальный. Указания, которые дает инструктор земли. И при благополучном стечении обстоятельств, погода, самочувствие, в основном погода, то есть мы привязаны больше к погоде, если все хорошо, то пожалуйста, через неделю уже, в следующие выходные вы уже вместе с другими спортсменами. Правда, с определенными еще ограничениями, потому что дальше нужно напрыгать какое-то количество прыжков, и после этого вы получаете первую свою лицензию. Лицензия категории А, это как вот на машину мы сдаем, на права, да, на вождение. Здесь то же самое, категории А, Б, С, Д. То есть это те категории, которые позволяют распознать в вас определенного специалиста. То есть если, например, ветер больше 5 метров в секунду, с категории А прыгать нельзя. Или категории Б сидят. Ветерок посильнее, соответственно, у кого категория выше, те могут выполнять. То есть все это контролируется на земле, четко не допускается к полетам? Конечно, то есть происходит это вообще, как в авиации, в авиакомпании. Перед началом вообще всех этих прыжков собирается обеспечивающий персонал, руководитель полета, руководитель прыжков, старший инструктор, метео проверяет, дрифинг проводится, надувается такая стрела большая, как надувная по направлению ветра. И после этого начинаю выполнять прыжки. Можно вопрос? Конечно. У меня сейчас видео было, где, я не знаю, как назвать, где спортсмены изображают такую фигуру. Но на голове. Да, 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 да. Сразу несколько, да. С какого момента вот можно к такому присоединиться? Ну, очень не скоро, очень не скоро. Сейчас я вам буду объяснять. Как раз то, что мы смотрели, это является вершиной, топом сейчас вот действующего истории, скажем так, развития парашютного спорта как такового. Но это как во всем. То есть вот учили так, потом стали передовые методы обучения, да. Ездили на телегах, потом на машинах, потом на сапсанах стали ездить там, но очень быстро. Примерно вот в парашютном спорте то же самое. Ну, мне хотелось бы все-таки вернуться к начинающим, к людям, которые заинтересованы. Просто прыгали. И мечтали, да, и хотели, и мечтали. Я недавно совершенно случайно для себя узнала, что вот, допустим, это же страшно. Ну, давайте будем реалистами. Прыгнуть с парашютом, это так. Ну, было бы как бы непонятно, если бы не боялись этого. Это страшновато, мягко, так сказать. Ты выпрыгиваешь, летишь, боже, тут раскроется, не раскроется. Но я узнала, что оказывается вот эта система в тандеме, когда впервые прыгаешь, да, там получается, она очень дорогая, порядка там стоимости автомобиля, это правда. То есть получается, что прыгать, по большому счету, достаточно безопасно, потому что это как машина. Да, но существуют разные системы, разные системы тандема. То же самое, как с автомобилями. Наш клуб использует самые дорогие в мире парашютные тандем-системы. Тандем-система Sigma называется. Стоимость зависит от того, что там еще есть размер купола, площадь купола. Да, да, там живо. Да, и от 18 тысяч долларов и выше. То есть мы, установив себе такой высокий порог цены, не просто так, а потому что вот в этих системах реализованы системы безопасности до такой степени, что просто невозможно, чтобы что-то произошло. То есть если что-то происходит, то есть на каждую проблему в минимум три варианта решения в этой системе, в парашютной. Это целое устройство. Вот для меня это было очень важно, потому что я, ну, потому что ты что-то не знаешь, тебе это неизвестно, и ты, естественно, этого боишься. Особенно чем старше, тем страшнее. И это так называют. Ну, и так. И это, наверное, нормально. Но в любом случае, я думаю, что теперь в Ростове будут совершаться значительно больше прыжков. Двери же, я так понимаю, открыты. Как записаться вообще? Ну, интернет подкройет дорогу. То есть в интернете можно искать? Да, можно сейчас. Мы даже поработали такую систему, что заходите на определенный ресурс. То есть все очень просто. Хочешь прыгнуть с парашюта, спроси поисковую систему. Вот. И сейчас мы выходим, у нас есть программа получения сертификатов на прыжок. И в городе также можно сейчас современную такую систему. Вам он приходит автоматически на электронную почту. То есть, получается, нужно что, дзк-скайдайв Ростов искать? Дзк-р.ру. Вот. Дзк-р.ру. Для получения счастья. Для получения счастья, Виктор, в скором времени ждите Алину Малинину с программой «Точка на карте» с высоты птичьего полета. Это очень важное замечание. И точку на этой карте она должна поставить, совершив прыжок из самолета. И поставить, сказать, вот теперь... Вот так вот флажочек воткнул. У нас в гостях сегодня был сооснователь ДЗК «Скайдайв Ростов» Виктор Звездочкин. Виктор, спасибо вам большое. И вам спасибо, что пригласили. Ну, а наша программа продолжится. Вернемся в эту студию буквально через несколько минут. Мы вновь в студии утреннего телеканала Ростовской области. 6 июня, четверг, лето, полно всяких разных прекрасных мероприятий. Одно из них – гастроли Новосибирского театра в Ростовском молодежном театре. В рамках культурной программы с 5 по 9 июня проходят уже большие обменные гастроли Новосибирского академического драматического театра «Красный факел» в Донской столице и Ростовского-на-Дону академического молодежного театра в Новосибирске. В Ростове-на-Дону «Красный факел» представят зрителям целых четыре постановки. В первые дни гастролей будут показаны два спектакля. «Продавец дождя» на большой сцене и «Чудные люди» на малой. 7 июня театр «Красный факел» покажет комедию «Сильвестр». Это современная сказка про нашу страну. Ну и завершатся гастроли 8 и 9 июня спектаклем «Только для женщин». Эта история удостоена высшей театральной премии Франции «Мольер» как лучшая комедия, известная под названием «Лэдис Найтс». Все постановки пройдут на площадке Ростовского молодежного театра. Ну а еще одним событием этого лета станет конкурс красоты «Мисс Офиса» уже 15 июня. В нашем городе пройдет кастинг этого международного конкурса красоты. Участие могут принять офисные сотрудницы местных компаний. Главный приз в 10-м юбилейном сезоне конкурса – ни много ни мало 2 миллиона рублей. Чтобы стать участницей кастинга в Ростове-на-Дону, необходимо заполнить анкету на официальном сайте конкурса красоты «Мисс Офис». Сделать это нужно до 15 июня. Участие в кастинге совершенно бесплатное. Принять участие в отборочном туре может любая девушка, которая работает в офисе от секретаря до генерального директора в возрасте от 20 до 35 лет. Семейное положение и наличие детей не имеют значения. Я не могу не задать вопроса, а будешь ли ты участвовать в этом конкурсе? Слушай, ты знаешь… Мы же с тобой офисные сотрудницы. Ты знаешь, я вот, честно говоря, очень хочется, но, судя по всему, я не прохожу возрастные рамки. Мне же еще 20 нет. А, тебе еще нет 20? Да. Ладно, хорошо. Я вот уже, ты видишь, я не попадаю в этот… Я еще не доросла. Еще не доросла. Ох, как интересно. Ну, я приглашаю всех девушек, которые работают в офисах Ростова-на-Дону, попробовать себя, девчонки. Давайте, пробуйте, а вдруг эта удача улыбнется именно вам, а не попробуешь – не узнаешь. Всего-то навсего нужно 15 июня принять участие в отборочном туре. Да, место проведения этого кастинга – улица Поймена, 1, начало 16.00. Отправить заявку можно прямо сейчас и узнать побольше о конкурсе Miss Office на сайте missoffice.ru. И еще в группах ВКонтакте, в Инстаграме, на Фейсбуке везде можно узнать об этом конкурсе «Главное желание». В общем, добирайтесь любыми способами до места проведения кастинга. И невзирая на то, что ноги могут устать, а как снять с них усталость, мы вам подскажем. Женские ножки должны быть не только красивыми, но и выдерживать каждодневные нагрузки. В сегодняшнем ролике мы покажем вам несколько рецептов и советов, воспользовавшись которыми вы сможете устроить настоящий релакс для ваших ножек. Сделать их не только красивыми, но и снять следы усталости. Снять усталость и почувствовать расслабление поможет специальная ванночка. Мы предлагаем вам попробовать баночку с травами и медом. Перемешать все травы, залить кипятком, добавить мед и дать настояться 5-10 минут. Вылите отвар в тазик, добавьте еще 3-4 литра теплой воды и опустите в тазик ваши ножки. Держите, пока вода не остынет, но не менее 30 минут. 5-6 капель литрного масла, добавленного в тазик с водой, замечательно успокоят уставшие задние ноги. Если при этом вы хотите приятно провести время, попробуйте совместить процедуру с тем, что можно делать себе. Почитайте книгу, журнал, пообщайтесь с друзьями или включите любимый сериал. Затем переходим к массажу. Массаж ног не только снимет усталость, но и доставит удовольствие всему телу. Активно разотрите стопу руками, помните ее. Затем промассируйте каждый пальчик мягкими движениями от основания до кончиков. Обхватив ногу рукой, пройдитесь от центра стопы большим пальцем. Аккуратно, но с нажимом. То же самое повторите с другой ногой. Сильнее нужно нажимать на верхнюю часть стопы под пальцами и на пятку, потому что кожа там грубее. Хороший массажный эффект дает обычный прянисный мяч. Просто аккуратно поставьте на него ногу и покатайте подошвой. Затем то же самое проделайте второй ногой. По завершении всех процедур вы почувствуете приятную легкость в ногах. Ах, лета красная, любил бы я б тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи. И напомню, сегодня мы отмечаем день рождения Александра Сергеевича Пушкина и вместе с ним день русского языка. Судя по этим строчкам, Пушкин явно неоднократно бывал в Ростове. Он знает об этом не понаслышке. Да, и не зря у нас есть даже улицы, названные в его честь. Спроси у любого ростовчанина, а какая самая зеленая, самая многолюдная улица у нас в Ростове? В любое время суток. В любое время суток абсолютно скласс. И каждый ответит, что эта улица... Пушкинская. Абсолютно верно. Она привлекает к себе массу людей, потому что там действительно можно погулять, посидеть, насладиться. Летом прохладой, вообще музыкантами насладиться. Да любым временем года можно насладиться. Хоть осенью, хоть зимой, хоть холодом. Да, а вот сейчас, это сейчас она такая. А что же было раньше? А раньше было то, что она называлась не Пушкинская, а Кузнецкая. И появилась она на плане нашего города в 1870 году. Вдоль северной стороны улицы в начале и в середине 19 века, тогда еще не находящейся официально на плане города, простиралась степь. Кстати, Городская дума решила переименовать улицу Кузнецкую в улицу Пушкина. Пушкинская в 1885 году. Сам поэт, конечно, бывал в Ростове проездом несколько раз. Позднее, в 1959 году, на Пушкинской улице, рядом с пересечением с Ворошиловским просвектом, даже установили памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Авторами, кстати, которого являются Гаврил Шульц и Михаил Минкус. Ну, а в начале 20 века Пушкинская стала второй по значению после Большой Садовой. Здесь появилось электрическое освещение. Ее украсили купеческие особняки и доходные дома, построенные самыми лучшими архитекторами. Там была и фабрика, и Екатерининская женская гимназия, особняк купца Супрунова, якобы, кстати, привезенный из Италии, доходный дом Шпилерейн, особняки Крамера, Домбровского, Парамонова и даже дом градоначальника. Почему бы и нет? И сейчас, по сей день, между прочим, Пушкинская является одной из самых дорогостоящих с точки зрения жилья улиц, потому что там тихо, есть много зелени и очень хочется погулять. Кстати, об освещении, вот эти вот шары, которые стоят в районе от Кировского до Крепостного, это же были раньше фонари. Действительно, кстати, я об этом не знал. Да, 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 это были такие прекрасные фонари. И там нарисован сам Александр Сергеевич Пушкин, не нарисован, а как это правильно сказать, высечен, и герой его сказок. Так что в следующий раз, когда будешь проходить мимо, обязательно подойди и посмотри. А мы ждем с минуты на минуту гостей из Южного федерального университета, которые приготовили интересный флешмоб по случаю дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Они появятся в нашей студии с минуты на минуту, а пока что посмотрим очередную серию мультипликационного фильма «Машины сказки». «Машины сказки». «Вопрос на 3 миллиона рублей». А где 3 миллиона? После программы я не снял с карты. Это прекрасно. Поделим все вместе с нашими гостями. Сегодня у нас в гостях, кстати, люди, которые имеют непосредственное отношение к Александру Сергеевичу Пушкину. Пушкину. Они его видели лично, что ли? В Ростове-на-Дону. Не уверена, что видели лично, но знают о нем такое, Алексей, чего даже ты не знаешь. Это заведующая кафедрой русского языка для иностранных учащихся Южного федерального университета Инна Ковтуненко. Инна, доброе утро. Также исполнительный директор культурно-просветительского общества данских и приазовских греков Тана из Мелина Леонова. Мелина, здравствуйте. Калин Мэра. Ох, как красиво, элегантно. Заместитель директора Института социологии и регионоведения Южного федерального университета Андрей Бедрик. Андрей, доброе утро. Доброе утро. И студентка Южного федерального университета Юлия Грицыенко. Здравствуйте. Юлия, доброе утро. Ну что ж, дело в том, что мы тут узнали, что оказывается, решили вы сделать прекрасную акцию. Флешмоб к 220-летию со дня рождения, да? Правильно? Совершенно. Александра Сергеевича Пушкина. Так, что за акция, когда, где проходит? Акция уже началась. Она уже в процессе завершения. Это флешмоб. Мы снимали видеосюжет. О Пушкине. О Пушкине. Мы читали Пушкина на 43 языках. 43 языка. Совершенно верно. И ни разу не запнулись. И ни разу не запнулись. В акции участвует 86 человек. Она масштабная. Поэтому мы ее назвали флешмоб. Читаем мы знаменитого Евгения Онегина. То, с чего вы начали, собственно, этот эфир. И к акции подключилось такое количество людей, что она... Что пришлось отбирать этих 86 человек. И Томик Пушкина у них отбирать тоже, судя по всему. Масштабы акций огромные. И мы рады, что такое количество людей знают и любят русскую литературу. Я так понимаю, что вы прочитали всего Евгения Онегина? Нет. Мы прочитали первую главу из романа Евгения Онегина. Потому что читали по 4, по 6 строк. Так, может быть, надо было всего? Махну. Эх. Раз, два, три. Это прекрасная перспектива. Мы воспользуемся вашим советом. Сколько по времени все это заняло? Ну, вот примерно 15 минут. Юлия у нас занималась видеосъемкой и монтажом. 15 минут на всех? 15 минут на всех. Готовый ролик. А, готовый. Итог. Я думаю, как-то... Я тоже что-то думала. Может быть, Юлию сразу переманить к нам работать? У меня возник такая идея. Так, Юлия, расскажите, пожалуйста, вы в качестве кого? Вы студентка Южного федерального университета. Пушкина любите, судя по всему. Да, очень люблю. Евгения Ягина читала раза в три, наверное. Наизусть знаете? Ну, знала раньше. Много сейчас. А то я просто думаю, может быть, пока монтировали, вы подучили первую главу. На разных языках, на арабском. Но я занималась и съемкой, и монтажом. Как бы у нас был человек, который занимался анимацией. И еще у нас было два оператора. То есть, ну, 86 человек. Снять, наверное, в дня 4, да, мы сняли где-то. То есть, это нереально. Нужно было по разным локациям ездить. То есть, это в разных местах? Да, конечно. У нас основной массив был снят на Пушкинской улице, да? Ну, логично. Где же еще? Где еще? Вот. А остальное уже, да, мы ездили в правительство Ростовской области. Мы ездили по представителям диаспор. То есть, у нас несколько... То есть, вы подключили, вы сделали мало того, что вы студентов подключили. Вы подключили еще и всех живущих, фактически, разных национальностей людей в Ростове. Вот благодаря Андрею нам удалось подключить и национальные языки, диаспоры. Никто лучше него об этом не расскажет. Как это удалось? На самом деле, наш институт, Южно-Федеральный университет, давно дружит с национально-культурными объединениями города, области. И ценность для нас этого ролика, это, конечно, и актуализация русской культуры, русской литературы, но и демонстрация поликультурности самого нашего города, нашего региона. Все 43 языка, это те языки, которые здесь и сейчас в Ростове живут, это наши студенты, наши друзья из диаспор, это лидеры общественные национально-культурных объединений. То есть, для нас очень ценно было, что и Пушкин интернационален сам по себе, и город наш интернационален. Самые необычные строчки на каком языке прозвучали? Вот есть такой язык, который, ну, что-то выбивается из общего представления? 43 языка есть. Так, какой был самый необычный? Самый необычный, наверное, рутульский, сейчас скажем. Рутульский, абазинский, это народы Дагестана. Абазинский знаю, а рутульский. Абазины живут в Карачаево-Черкесской республике. Да, абазины знаем, а рутульский что это? Это один из народов Южного Дагестана, это один из языков Дагестана. Ну, самое сложное, наверное, было прочитать на китайском языке, потому что вы знаете, наверное, о том, что знаменитая Онегинская строфа не так просто ложится. И вот перевод на китайский язык, он был самый сложный, на китайский, на корейский языке. Я думала, вы так просто на Мелину посмотрели, я думаю, сейчас вы мне скажете, и помогла в этом нам Мелина. И я бы удивилась очень сейчас этого события. Мелина, рассказывайте, вы на греческом читали? Да, я читала на греческом, и мне очень приятно, что греки приняли участие в этой акции, потому что мы российские греки, и кроме того, что мы поддерживаем прежде всего наш язык, мы еще за границей поддерживаем русский язык. И благодаря вот нашему лидеру за границей в двух университетах открыты кафедры русского языка, и в городе Афина, это столица Греции, и в одном из самых крупных университетов Балканского полуострова, это университет Салоники, также открыта кафедра русского языка, где для всех желающих ведется изучение русского языка. Слушайте, а не было такого, что там записали видео и прислали сюда? Вы знаете, не было. Как идея для второй главы. Идея, да, для второй главы, говорили, как бы говорила я на греческом языке. Ну, кстати, хочу сказать, что тоже было очень сложно лечь вот именно в такую онегинскую рифму, но все-таки мы это сделали. Давайте посмотрим, у нас же есть фрагмент снятого в армии видео, давайте посмотрим. Он рыться не имел охоты, хронологической пыли, бытописания земли. Была наука страсти нежной, которую воспел на зону, за что страдальцем кончил он свой век блестящий и мятежный. То есть умел судить о том, как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Разуверять, заставить верить, казаться мрачным, изнывать, является гордым и послушным, внимательным или равнодушным. Аниегин, для многих, был один маленький, но педант. Ловить минуты умиления, невинных лет предупреждения, умом и страстью побеждать, невольной ласки ожидать. Милисон я ювенале, стотелос тисепистолис на фэсси вале. Кефимаме, анкеохи, хоризлафи, апотине наиде, вио стихус. — Ой, как мне понравилось, как вы читаете! Прям вот, знаете, как сказку рассказываете, так вот, ой, ладно, так вот, прям вот, ой, не могу. Я прекрасно, очень ладный. — Микрофончик. — Язык на самом деле очень красивый, но не только потому, что я гречанка, а действительно очень красивый язык, но лёг действительно очень тяжело. Именно вот эти рифмы посмотрела со стороны. — А, кстати, полную версию, где можно будет посмотреть? — Прежде всего, на официальном сайте Южного Федерального Университета, на официальных интернет-каналах Южного Федерального Университета. И, я думаю, на каналах региональных обязательно будет размещена ссылка, потому что видеоролик получился объёмный достаточно, 15 минут. — Мне кажется, очень просветительский, знаете ли? — Да. — Потому что получается, мало того, что ты слышишь строчки, а ты ещё вспоминаешь, я себя поймала на той мысли, что вот где не на русском, где язык, который я не понимаю, мне интересно, но я пытаюсь вспомнить, а что же там было. И так напрягаю память. — Следовательно, мы достигли своей цели. — Вот я уже, я тот самый подопытный кролик, который сказал, цель достигнута. — Для тех, кто не понимает вдруг греческого, абазинского, азербайджанского или индонезийского языка, для них специально будет сопровождение субтитрами. — То есть субтитры предполагаются. — Да, конечно. — Ну хорошо, Евгений Онегин — это замечательно. А есть ещё какие-то любимые произведения? — Это Александра Сергеевича Пушкина. — Конечно. — Ну, например. — У меня самое любимое произведение — это «Капитанская дочка» и повести Билкина. — Ну так. — Ну почему, прекрасный, прекрасный набор на все случаи жизни, я бы так сказала. — Ну, Евгений А. — Да я не буду читать. — Ну, у меня тоже «Капитанская дочка» и вот «Дубровский» ещё. Очень так. Ну, младший класс. — «Пиковая дама» — это, наверное, самое волшебное, магическое его произведение. Оно написано прозой, но тем не менее. — А я смотрю, вы так не промах. — Да, Герман. — Я смотрю, в основном, проза нравится, да? — Мне нравится, так, «Пиковая дама», пошли, понимаешь, так, миленький. — У меня всё-таки Руслана Людмила. — Ох, ну. — Я вас поделюсь. — А я так ждал, что кто-нибудь вспомнит что-нибудь из детства, что-нибудь такое. — Своего? — Ну, из детства, какую-нибудь сказку. — Руслана Людмила тоже, да. — Прекрасная, по-моему, сказка. — «О мороз и солнце», «День чудеса». — Это не сказка, это «быль». — Ну, я, ну, это исторические строчки. — Знаешь, было это вот недавно, в январе. Вот что я имела в виду. Ну, хорошо, получается, что мы уже сегодня, сегодня состоится такая официальная презентация, правильно? — Да. — Фильма. — Да. — Как это будет происходить, где? — Пока мы держим это в строгом секрете. Как это и где. — Ну, сегодня уже вечером наши зрители смогут зайти на сайт и увидеть этот фильм. — Вот что я говорю, придут домой, потому что они весь день будут с нетерпением ожидать, передавать из уст в уста на рабочих местах о том, что такой проект состоялся. И уже, в конце концов, нужно будет заходить на сайт и смотреть, правильно? — Да, и зрители, и участники ждут, да, все с нетерпением ждут результата таких больших трудов, но я думаю, что они вознаграждятся по достоинству. — Я надеюсь, что вы дочитаете, Евгения Онегина, всего на разных языках. Вот искренне. Хотелось бы, чтобы этот проект... — Языков хватает. — Да, чтобы языков хватило, и чтобы, возможно, присоединились вот другие из разных стран студенты к этой акции. Мне кажется, это было бы прекрасно. — Студенты из разных стран к нам уже присоединились, но не из всех стран. Например, студенты Южного федерального университета, это дальние зарубежья, студенты из Франции, из Италии, студенты из Китая, Южной Кореи, те, которые учатся здесь всего полгода или год, уже читают Пушкин. — Вот она, сила образования российского. — У нас в гостях сегодня был заместитель директора Института социологии и регионоведения ЮФУ Андрей Бедрик вместе со студенткой Южного федерального университета Юрией Гецеенко. — А также заведующая кафедрой русского языка для иностранных учащихся Южного федерального университета Инна Ковтуненко и исполнительный директор культурно-просветительского общества данских и приазовских греков Танес Милина Леонова. — Спасибо вам, дорогие друзья, за интересный рассказ. С нетерпением будем ждать презентации целого фильма. — А вам желаем любить Пушкина и учите грамотно русский язык. — Я Елена, ваш проводник в мир современных медицинских технологий, знаний о собственном теле и здоровом образе жизни. Каждый день эта болезнь поражает примерно полторы тысячи российских мужчин. Прогнозы неутешительны. В ближайшем будущем рак предстательной железы может угрожать каждому шестому новорожденному мальчику. Древние врачи не только знали рак, но и пытались его лечить. В Греции Гиппократ использовал методы выжигания и кровопускания. В Риме Цельс предлагал на ранних стадиях лечить рак удалением опухоли, а на поздних не лечить вообще. В Индии мужчинам предписывались укрепляющие приемы хины и железных опилок, окуривание гениталий, массаж и прохладный душ для нижней части тела. Не гнушались врачи и совсем странных рецептов. Так в 17 веке английский король Чарльз для восстановления мужского здоровья и жизненных сил пил лекарственный напиток «Королевские капли», сделанный из измельченного человеческого черепа и алкоголя. Сегодня рак предстательной железы встречается у каждого восьмого и занимает второе место по смертности среди онкологических заболеваний мужчин. Ежегодно от рака предстательной железы погибает более 300 тысяч человек и регистрируется более полумиллиона новых случаев заболевания. В группе риска все мужчины старшего и среднего возраста. Рак предстательной железы встречается преимущественно у мужчин старше 50 лет. Данная особенность связана с увеличением предстательной железы в действии гормональных факторов у мужчин после 45-50 лет. Этот рак коварен. Его симптомы чаще всего проявляются только на поздних стадиях болезни. Факторов риска много. Среди них это метаболический синдром, сахарный диабет, ожирение. Но в 9% случаев заболевания это генетическая предрасположенность. Последственный анамнез. Это наличие данного заболевания у родственников по мужской линии. К сожалению, более 20% пациентов обращаются к врачам слишком поздно. Но риска можно избежать. Для этого надо просто проходить ежегодную диагностику. Это сдача анализа крови на простатспецифический антиген мужчин после 45-50 лет. Современная медицина знает три метода лечения рака предстательной железы. Хирургическое вмешательство, лучевая терапия, гормональное лечение. Хирургический метод лечения имеет ряд преимуществ и увеличивает прогнозы выживаемости пациента. На первых двух стадиях заболевания у нас есть возможность выполнить хирургическое лечение, убрать из организма все онкологические клетки, удалив предстательную железу и не оставив после себя в малом тазу каких-либо значимых изменений. При выходе онкологического процесса за пределы предстательной железы, это лучевая терапия, которая оставляет орган на месте, но убивает со всей клетки внутри предстательной железы. У пациента с высокими стадиями заболеваниями или которые не могут перенести наркоз, возможно проведение лучевой и гормональной терапии. В современных клиниках операцию по удалению опухоли предстательной железы проводят малоинвазивным способом. Все операции происходят через проколы размерами 5-10 мм. На большом и крайне высокого разрешения врач-хирург и его помощники видят все особенности этой операции, и это позволяет избегать каких-либо осложнений. Будьте в курсе новых технологий и тенденций в медицине. Я вам все расскажу. Продолжая медицинскую тематику, хочется поделиться одной очень прекрасной новостью. Дело в том, что в поликлиниках Ростовской области благодаря нацпроекту «Демография» появится 48 кабинетов врачей-гириатров. Для тех, кто не знает, напомню, врачи-гириатры – это специалисты, которые занимаются здоровьем старшего поколения. В Ростовской области таких врачей по подсчетам должно быть именно 48. И об этом в прямом эфире программы «Главное о главном» сообщил губернатор нашей области Василий Юрьевич Голубев. Кабинеты этих врачей должны будут появиться почти во всех муниципальных образованиях Донского региона. Удивительно, что, в принципе, у старшего поколения есть свой личный врач. Хотя, наверное, это логично. Есть же педиатр врач для маленьких детей, а есть гириатр врач для взрослых людей. Да, нужно отметить, что специалисты в области гириатрии обследуют организм пожилого человека с помощью современных методов и консультируются по этому поводу с врачами смежных специальностей. Обследование и консультации необходимы для установления диагноза, но терапевтические мероприятия, конечно, разительно отличаются от стандартных протоколов лечения того или иного заболевания у людей молодого, среднего и пожилого возраста. Так вот, именно такой узкой направленностью занимаются врачи-гириатры, они скоро появятся у нас. И вот я безумно этому рада, потому что многие пожилые люди даже просто элементарно разные периоды, там, зимний период, летний период, по-разному себя чувствуют и по-разному переносят. Кстати, о том, какое будет лето, мы тоже узнали. Да, синоптики рассказали, какой будет погода летом в Ростовской области. Лето 2019 года в нашем регионе будет жарче, чем годом ранее. Об этом сообщила начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова. Согласно данным долгосрочного прогноза погоды, который был составлен гидрометцентром России, возможны новые температурные рекорды. В июне температура и количество осадков ожидаются около нормы. Но стоит учитывать и то, что июнь считается самым дождливым месяцем в году. Это связано с тем, что именно в июне синоптические процессы перестраиваются на летний лад и образуется большое количество конвективной облачности. И, собственно, чаще проходят атмосферные фронты. Дожди в этом месяце имеют ливневый характер, и они достаточно значительные. Но, несмотря на это, вот все равно ливневые дожди будут в июне. Они ожидаются, будут сопровождаться усилением ветра и градом. В ночные часы синоптики будут прогнозировать температуру от 16 до 21 градуса тепла. Днем 25-29, а в наиболее жаркие дни месяца, которые ожидаются именно в начале июня, то есть прямо сейчас возможно усиление жары до 34 градусов. Мы это ощущаем на себе. Но июль самый интересный месяц для нас, потому что температурные режимы будут выше нормы. В среднем, согласно многолетним данным, в ночные часы в Ростовской области в июле было 18-22 градуса тепла. Ну, где-то так. А днем до 30. Но в этом году, в июне ночью, синоптики прогнозируют аж до 33 градусов тепла. Ну, а днем тоже будет достаточно жарко. Больше 30, естественно, на солнце и того больше 40. Стоит понимать, что речь идет о температуре воздуха в тени. Сейчас я температурные вот эти, говорю, рекорды. Ну, и дожди в этом месяце будут около нормы для этого времени года. Ничего нового не предвещает. Август. Ну, а самое главное, в такую жару не переусердствовать с кондиционерами, потому что на разнице температур обязательно возникает насморк. А что с ним делать, узнаем прямо сейчас в рубрике «Скажите, доктор». Скажите, доктор, насморк – это индивидуальная особенность человека? У здорового человека насморка не должно быть. Дыхание должно быть всегда свободное через нос. Насморк может быть острым, а может быть хроническим. Острый насморк может быть, в общем-то, и у здорового человека, как проявление какого-то респираторного, острого, вирусного или бактериального заболевания. Обычно острый насморк проходит за 7-10 дней. Может пройти сам, а может быть с помощью лекарственных препаратов. Хронический насморк – это тот, который длится долго. Как долго? Ну, больше двух недель, месяц, два месяца. У некоторых пациентов ходят и год, и два, не обращаясь к врачам. Причины хронического насморка могут быть разные. Это проявление каких-то аллергических заболеваний, в том числе и полиноз. Сезонная, так называемая, аллергия, которая тоже может длиться и месяц, и два, и три. Это может быть проявление какого-то хронического инфекционного процесса, например, хронический синусит. Или может быть проявлением каких-то анатомических структурных изменений в носоглотке. И, по сути дела, это требует уже хирургического лечения. В любом случае, в этом может разобраться только специалист. Спасибо вам, доктор. Будьте здоровы. Ну, а когда здоровье позволяет, можно отправиться гулять или, например, в кино. Тем более, что у нас есть подарок для каждого из вас, дорогие друзья. А именно, пригласительный билет в Дом кино на два лица на июнь месяц от телеканала Дон-24. Этот пригласитель распространяется на абсолютно любой фильм. Но мы вам рекомендуем отправиться на премьеру фильма про одного из величайших людей современности – Александра Вертинского. «Вертинский. Одинокий странник» – это фильм размышления о судьбе и личности Александра Вертинского и эпохи Серебряного века, воплощением которой он являлся. К 130-летию со дня рождения легендарного артиста, поэта и композитора Александра Вертинского выходит в документальный кинопроект Светланы Острецовой. «Вертинский. Одинокий странник». Именно его ты можешь посмотреть в Доме кино в самое ближайшее время. Он состоит из трех глав. Певец-декаданса, бродяга-артист и человек во фраке в стране советов. Каждую из глав представляет разный рассказчик. Первую – радиоведущий Дмитрий Воденников, вторую – Андрей Макаревич, а третью – Эдвард Родзинский. И чтобы заполучить вот этот пригласительный билет на два лица в Дом кино, нужно дождаться окончания нашей программы, то есть в 9 часов утра дозвониться к нам. И ответить на вопрос. Да, ответить на вопрос, Алина. Какой самый известный сценический образ был у Александра Вертинского? Если знаете ответ, звоните после 9 часов утра по номеру 201-7900. Оказываетесь, ну что, первым правильно ответившим? Да, естественно. Первому правильно ответившему. Вот прям отвечаешь, какой самый известный образ был у Александра Вертинского? Правильно. И все, билеты твои. Еще раз напомню, пригласительный билет распространяется на два лица. Посетить можно Дом кино в июне, только в июне месяце, на абсолютно любой сеанс. Но какой фильм мы вам посоветовали, вы уже поняли. 201-79-00. Ну а утро продолжается вместе с утренним телеканалом Ростовской области. Здесь, на телеканале Дон-24, впереди прекрасный солнечный день. Надеюсь, он будет не таким жарким, как в самом начале месяца. И все-таки ты успеешь сделать свои дела. Ну а вообще, не забывай, что все самые интересные новости, пока утро не смотришь, можно посмотреть на нашем сайте www.don24.ru Одежда ведущим предоставлена фирменным салоном авторских платьев Ольги Гринюк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова